Всем привет, дорогие друзья! С вами Шахматный Феникс и пятый тур, вторая партия. Да, я прошу прощения, мы за небольшое опоздание. Первые семь ходов прошли без нас. Давай покажем в очень быстром темпе. Стародийская атака в ответ на французскую. Довольно противный для черных вариант. У меня такое ощущение, что Платон все-таки не самую сильную схему за черных избрал. Сейчас два ноля, в какой-то белой сыграет С4, а там ладья Д1 в разные комбинации будут иметь прелест, скорее всего. Ну, пешка на Е5 такая... Не знаю, мне кажется, надо играть слон Б7 все-таки. И на ладья Д1 просто ферзь С8 как-то. Я уже ничего лучше не вижу. Или ферзь Е8? Ферзь Е8, возможно. Но ферзь С8 еще имеет такую небольшую функцию защиты слона на Б7. Это не может сказаться, потому что он уже два стреляет. Нет, значит, без всяких... Ну, в общем, сыграл Ладья Д1. Я хотел сказать, что, может, без всяких примутностей выстрелить пешку на С4. Ну, Ладья Д1, конечно, сильнее ход. Ну, да, и по-моему, Платон отслов. Неприятности... Ферзь С8? Да. Пока рано об этом судить, но дебют, по-моему, не сложился у черных. Ферзь С8, мне кажется, такой чуть ли не единственный ход. Можно пойти конь Д7, но... Выглядит слегка подозрительно. Например, мне сильно не нравится здесь за Платона ход А3. Положение коня на Д5 тебе не нравится? Мне... Его собьют ходом С4. Мне кажется, ход А3 за белых очень сильный. Это отнять, следить С4, отнимаем пункт Д4 и конь молится. Да, черным придется играть С5 и в ответ на С4 ставить коня на ужасно розливое поле С7. Согласен. Вот это хороший... И так сделал формовой перевес, причем большой, потому что еще потом конь на Д6 идет. Хороший план. Я бы сыграл А3. Посмотрим, что придумает Петя. Хороший план, кстати. А3 интересная идея. Нужно просто приглядеться к нелепому положению коня на Д5. И, видимо, партия на этом может быть уже закончена. Нет, ну она не закончится, потому что все-таки черный выйдут коня на С7. И... Но это по-моему. Заметный большой оппозиционный перевес. Но это еще близкое не окончание партии. В предыдущей партии Петя более серьезный перевес выпустил, на самом деле. Так что судить еще очень рано, на самом деле. Да, ну... Может, он долго думает. Либо он не видит ход А3, либо он видит какой-то сильный... альтернативу. Например? Если честно, я склоняюсь к тому, что он не видит ход А3. Но... Ну, например, какой-нибудь банальный... Знаешь, я думаю, как пойдет Петя. Я думаю, Петя пойдет Ж3. Ой, не, ой, Б3. Петя пойдет Б3. С идеей разбить слава на Б2? Да. Ну, это теоретически возможно. А куда ему ходить? Куда ставить Чернопольника в этой партии? Нет, Петя пошел С4, мне это сильно не нравится. Зачем же коня на С6 пускать? То же самое надо было с пешкой на А3 проводить. Да, и много времени потратил Петя. Много времени ход не сильнейший. У белых сохраняют небольшой перевес. Да, но, видимо, на времени Петя Платон все это посчитал. И начинает... Ну, ход конца 6 единственный. И ход конца B4 тоже был единственный. Я думаю, что он это видел. И оказывает давление уже на пешку Е5. Давление не очень страшное. У белых пространственный перевес. По-прежнему более активные фигуры. А почему сейчас нельзя B4 надвинуть? Да, можно, но сначала уже нельзя. Можно было, но все-таки это выглядит дисгармонично слегка. То есть на B4 черные могли сразу опять ответить. Петя вот... Не знаю, будет смотреть Петя эту трансляцию или нет. Мне слегка не нравится в игре Петя то, что он зациклен на своих староиндийских планах. Игипирцевых. Вот H4, потом слон F4. Это крайне типичная, на самом деле, игра для подобных структур. Ну вот смотри, какие уродливые ходы приходится делать в черном. Петя привык к такой игре. Мне кажется, что A3 ход менее типовой, но при этом более сильный был. И это... Нет, Гит, я с тобой согласен. Идея хода A3, по-моему, шикарная была. Даже дело не в конкретном ходе A3, а вот в общей тенденции. Но Петя сохраняет перевес, играет ту партию все равно сильно. Ну, согласен со мной то, что черные стоят нелепо. Ну а почему? Ну а ну... Смотри, конец, 5 сильный. Конец, 6 неплохой. Ферст на его сплотерный, 8. Слон на Е7, мертвый. Слон Е7 неплохой. Ферст на Е8, ладья на F8 слабый. И вот Петя, конечно, пытается какую-то свою типичную идею сдавления на колесклане провести. Ну может просто H6? Ну я пошел бы H6, не задумываясь с быстрым контролем бы. Ну вот Платон подумал и сделал странный ход Слон А6. Ну хочет поменять этого. Хочет поменять и ладью на D поставить. Менять его нельзя. Если он его поменяет, то конь придет на D4, потом на C6 и партия закончится. На мой взгляд, с ходом Слон А6 Платон просто перевел слона с отличной боевой диагонали на... С отличной боевой диагонали на какую-то абсолютно бесполезную. В общем, чуть-чуть, на мой взгляд, последние несколько ходов игра сопередников рассыпалась тут. Немножко совсем, да? Ну да, тут ничего, конечно, критичного, но... Так, что за ход? C6. Конь C6? Вопрос в том, не попадает ли под B4 Платон. Что скажешь? B4, конь D7. B4, конь D7, B5. А, B. Ну, в смысле, C, B, C, B и слон попался на A6. Потому что он на B7 не возвращается. Там слон уже на G2 будет скрыт. Нет. B4 сыгран, конь A4. Да, но конь A4 единственный ход. Так, хотя бы конь на C3 идет. Другое дело, что он... Конь C3 угроза. Я планировал ход Ферзь C2 здесь за белых. Ферзь C2, да, сильно, мне кажется. Еще слон Е4 куда-то можно включить туда. И нету G6, потому что АЖ. Единственное, может, я недоценил, что он Ферзь C2 есть ход C5. Или B5. Нет, B5 как раз белые C5 пойдут, и у черных безнадежная позиция. Пяти времени мало, смотри. Пяти играет очень медленно, как-то в моем стиле. Нет, но Ферзь C2, B5, C5 это безнадежная позиция. Пяти ее выиграет с любым временем. А вот Ферзь C2, C5, может, ему не нравилось. Правда, у меня такое ощущение, что там конь C6 выигрывал. Так, АБ, АБ. В любом случае, этот момент уже пройден. Надо будет его показать, конечно, после видео. Видимо, B6 надо играть, нет? А вот так забрал пешку в наглое. Не, ну, Петя не знаю, если честно, что это сейчас было. А6. У него все равно, наверное, неплохая позиция, несмотря на эту полу-жертву, полу-зевок. Ж6? Да, ну, не знаю. Да, это, конечно, совсем. Словно, он еще конь C3 зернул. Конь C3, конь C3, вот в чем дело. Да нет, ну, конечно, последние три хода просто ужаса, если честно. То есть, хоть B4 можно играть, только если ты видишь ход Ферзь C2. Иначе B4 это жуткое ослабление. Ну, и, по-моему, Платон в этой партии может... Не, ну, Платона, видимо, выиграна уже просто. Но нельзя недооценивать тут кое-какие ресурсы. Словно с тем, что сейчас Петя пойдет Ферзь F3. И на конь D1 пойдет какой-нибудь B4. 10 секунд. Две фигуры под боем, и Ферзь на F6 идет. Ты знаешь, я бы не стал вообще утверждать, что есть у Платона лучше. Вот как ни странно. Друг, конечно, время может быть проблемой. Стоп, 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 стоп. Слон D2 выигрывает. По-моему, Слон D2 выигрывает. Не нашел Петя. Вот Слон D2 в этот момент выигрывал партию за белых. Вместо Слон G5. Потому что это был двойной удар на Ферзь F6 и на Слон B4. Ну, на флажке не нашел. Ну, не самая сложная тактика, но, конечно, 10 секунд маловато там. И он сейчас Слон на D5 пойдет. Слон на D5, да, будет мощнейшей фигурой. Крайне неприятно. Придется его, видимо, выменивать, а это уж совсем не то. Почему-то... А... Да, но Петя, конечно, с таким временем вряд ли справится. Как бы не хотелось верить в обратное. Но... Ну, все-таки налаживает какой-то. Не, ну, конь уже 4, да, отлично, отлично, правда. Встает. Ферзь F7 был хоть неудачный. Может быть Слон C3? Да, Слон C3 или Слон Беджуда, короче, Джуда Слон C3. Понимаешь, на Слон C3 Петя на B6 побьет. А, вот так вот. Еще одна фигура активизирует. Не, Платон тоже, конечно, кошмарные вещи вот последние несколько ходов делает. Видимо, оба... Оба... Оба шахматиста... Так, что это такое? Качественные относительно. Ой-ой-ой, а, вот оно. Да, B5 грамотно. Так что, может, я зря их кругал. Вот он сейчас сильно сыграл, по-моему, нет? Ну, Петя, хоть и 5 запад стран, конечно. Ну, все, выменивают мини... Или ладья 8, может, еще, просто ладья 8. Это... Понимаешь, мало кому понравится долго играть, когда у тебя ферз под боем. Я не думаю, что ладья 8 будет сыгран. Ну, да. И на доске лишнее качество, и пешка. Я пошел бы, я не знаю, как я пошел. Мне показалось, что это один, возможно, но он, видимо... Стопа F7. А, нет, не помогает. F7. Ну, и F7 ферзи F7. Или ладья 7? Ладья 7. Не знаю. Ладья 7. Ферзи F5 грозил. Не, ну, это уже безнадежно. Если бы у Платона было бы самого секунд 5, тогда, конечно, можно было бы там обсуждать. А тут я думаю, что... Захотел поменяться. Ну, там, более 8, да, напаленные в 2. Да, ну, и партия подходит к концу. Матч заканчивается счетом 1-1, который, в общем-то, почетно для всех сторон. Сдался Петя. Давай быстро подсмотрим ключевые моменты. Нет, не сдался, играет Петя. F5. F4. А, мне это... У меня просто написано, что белые сдались. Я как-то предвосхитил события. Ну, значит, Петя сдастся в самое ближайшее время, если честно. Нет, Петя цепляется к пешкам. Ну, Ферзи F5 можно F4 пойти. А, да, все, поменялись. Ну, и... Почему-то она где-то 6 вместо Лгей и 6. Ну, в общем, ну что тут говорить. Даже если Петя сейчас отберет эту пешку, то у него будет... Что, ну, будет не хватать качества и пешки. Конечно, король черных в клетке. Ну, небольшой, по крайней мере. То есть, его нелегко будет выковаривать. Вот смотри, то есть, не будь пешки... Не будь черных пешки на B5, позиция была бы, наверное, ничейная. Ну, да. Ну, с пешкой на B5, то есть, он сейчас просто будет дала для B7. И эту пешку начнет толкать вперед. Все, пошла. Абсолютно бездумно. И никакой сильный слон на G5 Петя не поможет. Ладят C8, ладят C2. Согласен. Да. Уверен. Ну, точно пора сдаться. Петя, конечно, борется за команду. Я думаю, это единственная причина, по которой партия продолжается. Ну, сейчас еще F5 какой-то будет, смотри, ресурс. Конечно. Да. Безусловно, спасет только полицию. Да. Сдал себе это. Да, ну, хорошо. В общем, спасибо. Кстати, по-моему, мы понаблюдали две очень хороших партии. Партии интересные. Партии, конечно, с большим количеством ошибок. Давай покажем ключевые моменты в этой партии. Давай до 15-го хода вернем. Ну, вот. В общем, до хода А3, который можно было сделать. Ну, да, А3 здесь вот первая линия. Но, опять же, в Делфи, конечно, советчик слабый. То есть, я думаю, что в плане вот ходов А3 что-то похожего. Ну, видишь. Я могу и лучше понимать. Ну, вот. Да. Видимо, А3 сильнее, просто ход. То есть, приходится играть С5 и коня на С7, как я и говорю. Не будем оставить Делфи. Ну, в общем, да. Петя сыграл планово. Давай вот теперь до хода Б4. Б4 и конь А4. Вот здесь, мне кажется, ферзь С2 нет. Ну, да, да. Ферзь С2 с идеей слон нет. Не, не, не тут. Вместо ферзь С1 ферзь С2. Вот так вот. Ну, да. Ну, хорошо же, потому что слон идет на Е5 и нет хода Ж6. Ну, тут ты можешь включить движок. Я хочу просто проверить кое-что. Смотри. Если С5, то конь С6, да, как я и говорил. Ну, Петя выигрывал. Просто, да. Это тот вариант, который я имел в виду. Да, ну и слон на Ж2 слишком сильный, чтобы с этой позиции можно было бороться. Да, ну, жаль, конечно, что Петя упустил этот тактический нюанс. Вот не самый сложный. Хотя, конечно, в Блице бывает и не такое. Ну, и вот последний момент. После ферзь, после слона А5. 26-й ход. Вместо слона Ж5. Ферзь Ф3, слона А5. Тут слон Д2 не выигрывал случайно. Я не успел понять. Вместо слона Ж5. А, с идеей ферзь Ф6 и конь. С идеей на коня и на ферзь Ф6, да. Да, это тоже выигрывало. Ну, в общем, Петя, конечно, целый ряд выгодящий. Слон Д2, да. А я доволен своим уровнем комментариев. Да, ну, всем спасибо за внимание. Ты что скажешь потом помню. Я тобой доволен тоже. Отлично. Всем спасибо за внимание. Вы наблюдали две интересные партии. Оставайтесь с нами. Матч в целом разыграли.